Девушки отдыхают В бизнесе. Добро пожаловать на семинар «Серьезный бизнес-101». Первый слайд, пожалуйста. Это 6 августа 2013, и мы на конференции в Нэшвилле, штат Теннесси. Agile 2013. Что такое Agile? Ну, это бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, это не так важно. Важно то, что это очень профессиональная среда. Лейт-мотивы, панели, сетевое взаимодействие. Тобой интересно общаться. И причудливая маленькая идея. Интерактивное табло. Пять из них размещены на территории конвенции. В холлах, кафетерии, местах сбора. И замечательная инновация. Автоматическая лента Твиттера. Просто используйте хэштег Agile 2013, и ваше неотмодерированное сообщение появится на табло. Оно даже показывает изображение. Какая удивительная идея, ребята. И людям это нравилось. Оставлять отзывы. Показывать свою гордость. Все шло отлично. Но это продолжалось всего лишь 87 минут. Пока у одного участника не возникла очень непрофессиональная идея. Он фотографирует один из дисплеев и отправляет его на некий имиджборд со следующим текстом. Привет, Би. Я пришел к вам с огромной просьбой. Пять гигантских экранов. Смешные аватарки, чернух и провоцирующие образы приветствуются. Прошу. Очень прошу. Ну, нам стоит это попробовать. Итак, люди зашли в Твиттер, написали что-нибудь тупое с хэштегом Agile 2013 и нажали «Отправить». Минуту спустя на имиджборде появляется новая фотография. Подтверждение. Итак, все участники наслаждались конференцией. Как вдруг... Где на этой конференции найти анальную пробку? Мой папа никогда не разговаривал со мной о мужчинах. Как мне сделать ребенка? Я хочу ребенка. И это набирало обороты. Тут кто-то трахает труп в туалете. Если найдете меня, вас ждет прекрасная задница. Пенетрация языком в вашей пикующей дырочке за 30 долларов в полчаса. У целюни до 5 баксов. Иметь с собой смазку или придется на суку. У организаторов Agile не заняло много времени, чтобы заметить это. Agile Alliance не одобряет злоупотребление хэштегом. Успокойтесь, пожалуйста. Здесь-то и была допущена роковая ошибка. Они думали... Это всего лишь три тролли из твиттера. Нет проблем. Итак, они сплотили свои войска, сказав им дать отпор с помощью функции пожаловаться на спама. Что ж, сказал Би. Если они хотят войти, мы дадим им войду. И, честно говоря, они зашли слишком далеко. Они начали размещать все больше провоцирующей херни на таймлайне к точке, где все посетители были затоплены потоком ужасающих изображений. Гиттер, 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 не сделал ничего. Их репорты были медленными и неэффективными против людей, делающих фейк-аккаунты. С каждой минуты они теряли все больше силы. Несколько проворных посетителей подняли голову над окопами и начали вести прицельный огонь. Похоже, что лента подверглась спаму. Может быть, пора поменять хэштеги? Я не могу в одиночку репортить всех этих людей. Почему твиттер их просто не удалит? Риза дает бесплатные рабочие места на главных экранах. Размахивая вокруг. Я блокирую и блокирую, но они продолжают появляться. В конце концов, кто-то из Би предложил несколько полезных советов. Вы пытались привлечь киберполицию? Как я могу связаться с этой киберполицией? Но, к сожалению, киберполиция не пришла. Репортите их, остановите их, родал один из организаторов. Но это было бесполезно. И вскоре он тоже стал мишенью. Фотографии с его личной страницы были отфотошоплены в не лучшем для него свете. И эти картинки, естественно, были запущены с хэштегом Agile. В конце концов, Agile не выдержали. Я не могу справиться с этим дерьмом. И они сдались, отключив хэштег Agile 2013. И это был конец. Или нет. Оказалось, что был еще один функционирующий хэштег. Agile 2. И как только Би выяснили это, они также начали уничтожать и его. И это действительно был конец. Или нет. Би нашел хост сайт. Они пошли прямо к источнику, загружая контент напрямую на дисплее. И это действительно, действительно был конец. На следующий день на дисплеях было только одно сообщение. Мы работаем над отключением сайта и репортим аккаунты спамеров. Мы также пытаемся найти все остальные источники и закрыть их. Приносим свои извинения. И это была трагедия, случившаяся с Гейлорд Обс. Очень непрофессионально, ребята. Слайд 2, пожалуйста. Так, на чем я остановился? Макдональдс — это бизнес. Это удовольствие. Это удовольствие. Удовольствие все мое. В январе 2012 года у них появилась блестящая идея. Давайте улучшим восприятие бренда с помощью Твиттера. Давайте обратимся к простым людям с хэштегом MeetTheFarmers. Промо-компания, которая сообщит им, что наше мясо только от местных независимых производителей, а не от тех, о ком говорят СМИ. От детских домов. И так они опубликовали эту промо. Не думаю, что я когда-либо работал на работе в моей жизни. И... Успех! Черт, да, ребята. Еще одна победа, как обычно. Люди любили это. Конечно, у них были свои клеветники, но в целом все шло хорошо. Да. Так что они поменяли этот хэштег на новые. МакДи и Сторис. И вот тут все обернулось. Они хотели, чтобы публика в Твиттере рассказала им свой опыт с Макдональдс. Хм, очевидно, что только хорошие вещи случаются в Макдональдс. Это будет трехочковые. Давайте с уверенностью пожмем друг другу руки в нашем неизбежном успехе. Итак, премьера МакДи Сторис на домашней странице Твиттера и... Ой. Через пять минут стало ясно, что люди не собирались говорить о тех случаях, когда они получили бесплатные экстра соусы своей МакНаггетс. Вместо этого они собирались рассказать МакХоррор Сторис. Вот лишь некоторые из них. МакСторис. МакНоготь в моей картошке. МакДи Сторис. МакШлюха, предлагающая МакСекс на проезжей части. Я проверил, кстати, это правда. МакДи Сторис. Мой друг утверждает, что Рональд МакДональд обнажился перед ним в детстве. Ужасно. Мак-крысы в булочках. Ах, да, это тоже правда. Возвращаясь к булочкам, ты найдешь как минимум три стеллажа... Акти Стори. ...до которых есть помет. О боже, останови это кто-нибудь, остановить это сейчас же. Но это набирало обороты. Все больше и больше людей публиковали свои негативные истории с хэштегом. И как только истории кончились, все перешло к созданию контента шокового характера. Мак Ди Сторис. Я ел МакДональд в детстве, именно поэтому мой отец ушел. Закрытые глаза, грустное лицо. Я когда-то видел... Я не могу это сказать. Но это заставит любого гримасничать. Спасибо, спасибо. В течение двух часов они свернули рекламную кампанию, и вместо нее выставили гораздо более безобидную. Хэштег Little Things. Там тоже было несколько мелких троллей, но они быстро исчезли во мраке. СМИ подхватили историю. Были написаны исследования, были извлечены уроки о том, как не стоит предоставлять общественности информацию. Или не были. Остановитесь, он уже мертв. 1 июля 2016 года. Создайте свой собственный бургер на этом сайте МакДональдс. Булочка, пирожок с мясом, сперба. Назовите свое творение, опубликуйте его на сайте, затем проголосуйте за лучшее, он станет официальным пунктом в меню. Вы знали, куда это пойдет. Я знал, куда это пойдет. Почему МакДональдс не знала? Поэма, если хотите. Грустный европеец. Тонкая привилегия с собой. Мешок салата, никаких волокон. Майн камф, просто так. Восхищение атеиста, с картошкой фри. Сумка для малышей, с двойным кетчупом сюрпризом. Пеппи сэндвич, ректальный пролап с полувыпеченной. Долбежка в зад с моим папочкой идет вместе с милкшейком. Размер. Ариец. Виденье Христа. Целый ананас в 10 раз дороже. Совет для Миледи. Этот без глютена. Пока еще не поздно проголосовать за Берни. Вопер без лука. Анатомический сэндвич. Просто повзрослейте, ребята. Теперь, если позволите, я должен принять душ, чтобы смыть сливочный сюрприз Рона. Видишь его? Это ты, чертов клоун. Да. Естественно, пресса подхватила это, как и широкая общественность. Смеяться над всеми тупыми бургерами и осуждать их, ребята, ну же, это не смешно, ну. Сайт был закрыт и не так много осталось. За исключением этого. А также это текстовый документ, который имеет кучу других названий сэндвичей. Неизвестно, как они выглядят. Вам придется использовать свое воображение. Следующий слайд, пожалуйста. Предохранение. Серьезный бизнес. Давай, пожбем друг другу руки, весело и безопасно. О, вижу, что это требристо для моего удовольствия. Начало 2013 года. Durex запускает новое революционное приложение. SOS Condoms. Скачайте, выберите товар, введите ваше местоположение, и презервативы будут доставлены вам в течение часа. Идеальное время. Их акцент был сделан на осмотрительность и анонимность при доставке товара. И доставщики были замаскированы. Доставщик пиццы, полицейский. Не уверен, что это законно. Трюк, чтобы быть предохраненным. И некоторые люди думали, что это была... Не своевременная первоапрельская шутка. Но люди попробовали, и это действительно сработало. Таким образом они развернули службу по всему Дубаю. Но после первой недели правительство закрыло его, сославшись на пропаганду распущенности. Загрузившись, им было непросто решить, с чего начать дальше. Ребята, ребята, давайте позволим аудитории принять решение с помощью онлайн-голосования. Ради всего святого. Итак, люди запрыгнули на сайт и начали голосовать. Я буду голосовать за Криспи Крим Донат Плейс. Были подсчитаны десятки тысяч голосов. Некоторыми из основных претендентов были Париж, Сингапур, Куала-Лумпур и Лондон. Я из Южной Африки, чтобы не видеть вот это. Но все они были в тени большинства голосов за... Бэтмена. Маленький консервативный мусульманский город в Турции. Пусть это будет наглядным уроком в опасности вмешательства в законы матери природы. Интернет радовался. И еще одна маркетинговая кампания была добавлена к соотношению КД. От Соскондомс было сообщение в Facebook, в котором они поздравили Бэтмена и попросили следить за новостями. Но новостей не было. Так сказать. Кампания была незамедлительно остановлена. Соскондомс никогда не открывались в Бэтмене. Соскондомс больше не открывались нигде и никогда. Они замолчали на несколько месяцев. Все пошли дальше. Соскондомс удалили свою учетную запись и ускользнули навсегда во мрак. Пицца — это серьезный бизнес. Дежурно делает замороженную пиццу, и они имеют значительное присутствие в социальных сетях. Домашнее насилие — это плохо. Громкие заявления только на этом канале. В Твиттере был хэштег национального дня осведомленности о насилии в семье. Люди делились своими страшными историями с хэштегом «Почему я остался?». Все они были довольно серьезными и касались некоторых деликатных и деликатных вопросов. И тут приходит дежурно, жмет газ в пол, кладет на все болт, въезжает прямо через переднюю дверь. У них была пицца. Хе-хе-хе, это был отличный твит. Ставлю на то, что всем это нравится. Ровно через одну миллисекунду после того, как они его опубликовали, до них дошло, что это был не самый мудрый ход. И они извинились, но СМИ вмешались. Поэтому они продолжали извиняться. Извини. Они не могли перестать извиняться. Они просто... Извини. 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 Они... Извини. Извини. Чувак, расслабься. Извини. Называть своего ребенка — это серьезный бизнес. Доверим его интернету, сказала эта канадская пара. Верьте в доброту и чувствительность незнакомцев. Это был Ктулху Оллспарк. Следующий. Вы знаете, что такое кернинг? Это важно в печати. По сути, это пропорциональное расстояние между шрифтами. Почему это имеет значение? Иногда две буквы, расположенные близко к друг другу, могут выглядеть как одна буква. О, ради бога. Хорошо, остановись. Позвольте мне закончить небольшим уроком истории в стиле за мемом. В начале 2010-х годов бренды только начали осваивать социальные сети. Они не совсем понимали, как наладить контакт со своей аудиторией. Эта тенденция должна была быть слишком формальной, душно, не совсем весело. До тех пор, пока не пришел Деннис со своим аккаунтом в Тамблер, который изменил все. На самом деле они начали хорошо проводить время, и это понравилось зумерам, таким как я. Через некоторое время и другие бренды прибегли к этой стратегии. Арбис начали публиковать мемы. Вендис вбросили микстейп. Затем Бургер Кинг и Макдональдс вступили в вражду в стиле рестлинга. И поколения Зии, такие как я, смирились с этим. Как поживаете, ребята? Это не значит, что они все поняли. Другие бренды тоже пытались это сделать, но без полной отдачи им не удалось получить такую же привлекательность. И так в конце 20-х годов дела шли довольно хорошо. Это был маленький контент Ренессанс. Чик Филей – официально самый любимый американский ресторан быстрого питания. Представьте, если бы мы работали по воскресеньям, но пришлось дать всем остальным, таким как Венди, шанс заработать. Твоя мама шлюха. Стейком даже разбил весь феномен в Твиттере и в статьях. И я хотел бы скоро превратить это в полноценное видео, но со всеми этими актуальными мемами Люди начинают чувствовать себя немного потрясенными. Очень актуально. Да. Отлично, это актуально. Да? Да, актуально. Да. Хм, актуально. Да. Ладно, все становится чертовски актуальным, на самом деле это немного раздражает. Ребята, мы поняли, вы актуальны. Просто, просто перестань актуальничать. Стоп, стоп, достаточно. Все, успокойтесь. Я не могу больше. Хорошо. Молчи, Брэнд. И вот новый мем родился. Краб-паук с лазерами из глаз. Шрифтериал 32-го размера, белого цвета на чернофоне, без тени, с текстом. Молчи, запятая, Брэнд. Это был очень мощный инструмент. ММД спродвигает что-то? Возьми это, Брэнд. Как поживаете, поколение Зи? Молчи, Брэнд. А-а-а-а. И это стало долгим и прочным мемом. ОНЖ, я чувствую это. Это такое настроение, актуальный ваев. Молчи. Иногда некоторые бренды могли перевернуть его. Молчи, Твиттер. Но по большей части, этот краб стал контролем качества в Твиттер. Верховный хищник, уничтожающий меньшие бренды. Боже, благослови его. Хорошо, время остановиться. Это достаточно на сегодня. Спасибо за посещение моего семинара. Вот, патреоны. Большое спасибо, люблю. Муа. Муа. Увидимся ночью в кино. Муа. Также у меня есть другие видео на втором канале. Соник немного заплакал, и Майлз положил руку ему на лицо, чтобы поймать слезы. Этот шеф-повар должен был опустить немного на палец. А затем настоял, чтобы хозяин... А также Shadow Raid Legends на Nintendo GameCube. На самом деле, очень интересно играть, когда ты смотришь телевизор и делаешь что-то. Воспользуйтесь ссылкой.